В московском драматическом театре «Модерн» состоялась крайне любопытная премьера. Художественный руководитель Юрий Грымов представил публике спектакль «Кладбище понтов», где главные роли отведены автомобилем. Это весьма необычная, но очень трогательная история о машинах, которые были брошены своими хозяевами. Главная задача постановки – напомнить зрителю о том, что такое ответственность, истинная доброта и любовь. Я люблю машины, мне нравится запах машины, я ценю это качество машины внутри. Я отношусь к машине не так потребительски. Для меня все-таки это друг, и у нас спектакль звучит, только близкий человек тебя может защитить, так как и машина, и только близкий человек тебя может предать, так как машина, случайно выехав на встречную полу. Самих автомобилей на сцене нет. Их олицетворяют актеры. Среди исполнителей, завораживающих зрителя невероятным мастерством, заслуженная артистка РСФСР Анна Каменкова, играющая бабушку Тойоту, и заслуженный артист России Владимир Левашов, которому досталась роль Аркаши, смотрителя стоянки. Действие разворачивается на парковке, где собрались брошенные преимущественно премиальные машины. Майбах, Югуар, БМВ, Бентли, Ламборгини и другие. В следствии несчастного случая смотритель стоянки погибает, и автомобили ждут, когда же придет новый хозяин, который будет также трепетно за ними ухаживать. Несмотря на то, что спектакль рассказывает о машинах, он будет интересен даже тем, кто далек от автомобильной тематики и не имеет транспортных средств в своем распоряжении. По крайней мере, об этом свидетельствуют положительные отзывы тех, кто увидел постановку кладбища понтов в числе первых. Люди как-то стали переживать. И у кого нет машины, захотелись в машину. А были мои знакомые, которые сказали, ты знаешь, я никогда не думал, может быть, я зря так плохо отношусь к своей машине. То есть люди как-то по-другому переоценили свое отношение к машине. Из-за новых ковидных ограничений многим столичным театрам пришлось пересмотреть свои репертуары, расписание, а кому-то даже ценовую политику. Напомним, с 13 ноября культурные учреждения Москвы обязаны следить за заполняемостью зала, которая не может превышать 25%. Несмотря на эти трудности, спектакль «Кладбище понтов» состоится в этом году еще два раза – 11 и 31 декабря. Субтитры создавал DimaTorzok